Ну что, дорогие друзья, мы с вами переместились в Бахрейн, в отель Джумейра Бахрейн, и Махит сейчас расскажет нам, вам слово, а я сейчас включаю сайт и сделаю демонстрацию экрана, и мы увидим с вами отель тоже. Я здесь, если что, все буду водить. Хорошо, я вас слышу. Здравствуйте еще раз, меня зовут Майра Басов, я travel sales manager отеля Джумейра Бахрейн. Наверное, уже вы все слышали про нашего отеля, отель находится в южном части Бахрейна, ресорт-отель, у нас 207 комнат, при этом у нас, вот как раз таки открылся, супер. А вот это, то, что вид в данный момент вы видите на сайте, который вам показывают, видно, значит, бассейны и крупная часть отеля. У нас, значит, есть стандартные комнаты, есть виллы, я потихоньку пройду про информацию, значит, сначала комнат, потом все, что находится, какие рестораны, сколько ресторанов, и еще, что есть в территории нашего отеля. Значит так, у нас, так как я говорил, 207 комнат в целом, есть делакс-рум, ресорт-делакс-рум, ошелакс-рум, фамиль-рум, суит-комнат и, значит, виллы. Делакс-рум является, значит, 44 квадратных метров, большинство людей предпочитают делакс-рум, чтобы остаться, очень уютная комната. И у нас есть, значит, сивью, делакс-рум, и есть, значит, пак-вью. Но там только, как только вы выйдете в балкон, на правом стороне вы сможете увидеть, конечно, море. И у нас есть еще фамиль-рум, которая там является 55 квадратных метров. И гулф-саммер-хаус-арабиан-рум, тоже, значит, мы можем туда поселить, значит, 8, до 8 человек. 61 квадратный метр гулф-саммер-хаус-арабиан-рум. И у нас джуниор-суит есть, которая есть, ошен-джуниор-суит, джуниор-суит, ресорт-суит, ошен-суит и ошен-террас-суит. И также у нас есть, значит, виллы, которые называются гулф-саммер-хаус-арабиан-фамиде-суит, гулф-хаус-арабиан-бедрум-суит. И есть вилла, которая со своим правит бассейном. Хотелось бы вам хорошо рассказать, значит, про рестораны. В данный момент у нас работают 7 ресторанов. 5 из них всегда открыты, 2 из них сезонные. И также у нас в отеле есть, значит, cinema-рум, есть play-рум, есть, значит, комната для молодых ребят, которые смогут найти там бильярд, playstation, think club, которым мы его называем. И также большой и огромный спа, спортзал и, можете вспомнить, стрим-рум, значит, сауну, турецкий хаман и, значит, бассейны. Бассейны в целом 5, так как один огромный бассейн, как только выйдете в лобби на территорию отеля, вы сможете его увидеть. На левом части у нас family pool, которым мы называем его family pool. Да, вот прямо на карте тут видно. Это то, что вот главное, вот видите, огромный, это, значит, главный бассейн. На правом стороне, да-да-да, там Infinity Pool, и рядом Infinity Pool у нас есть и ресторан. А это у нас family pool, который мы называем, такой небольшой бассейн, нормальный. И также вы сможете найти прямо на центральном бассейне маленький такой аквапарк для детей. И также, вот на карте видно, на левом стороне есть виллы. И вот немножко ниже, да-да-да, вот там, вот есть виллы, и на этих виллах тоже является бассейн. А также у нас очень такой красивый кляш, белый песок, такой чисто там море, давайте скажем так. И еще у нас вот есть лодка, которая работает. Вот это на фотке, да, вот эта лодка, которая работает в сезоне, то есть и бесплатно вы можете по резервации его получить. Резервацию можно сделать через фронт-офис, то есть подходите в ресепшн, узнаете, когда есть свободное время, и записываете свою комнату или имя, фамилию. Пляж, да, тот, который, то, что я рассказал, вот так как вы видите на фотке тоже, белый песок и чистое море. Другие фотки, можете, пожалуйста, на этот, да, еще ниже. Пока больше нету, я тут все включаю, какие есть. Вот ночной вид хотел вам рассказать, то, что там внизу есть. Вот это, так как видите, очень красиво выглядит отель ночью, вот можете позитивить в ресторанах, в котором романтичная и уютная атмосфера. Можно я добавлю, друзья, смотрите, мы с вами говорили как раз про ребрендинг Джумейра, который следует, то есть что это три пламени на новом логотипе. Посмотрите, вот они, эти три пламени, они как раз с нового логотипа, вот эти. Отель новый, и он уже тоже, у вас уже все с новеньким, да, тоже, Маир, с новенькими логотипами, вот этот, где три пламени, вот они, эти три пламени с этого логотипа. Посмотрите, как красиво вписано. Извините, что прервала. Не, все нормально, все хорошо. И насчет питания. У нас, значит, есть Halfport и All-Inclosed Packages. Мы с вами можем это потом поделиться, чтобы вы все увидели. Я знаю, что вы, то есть есть прямые рейсы с Россией в Бахрейн, то есть это еще получается, то есть выгодно для гостей, чтобы прямо там уже сидеть там в самолет и приехать в Бахрейн. Из аэропорта в отель где-то 35-40 минут езды. В целом вот так. Если есть вопросы, конечно, могу вам ответить. Маир, спасибо вам огромное. Мы все сделали, посмотрите, мы все наладили. Основные детали понятны. Отель безумно красивый, отель новенький. А вот когда открылся, я единственное, вот, не помню, по-моему, в прошлом году или чуть дальше? 22-й год, но я приятно. Такой тоже знаковый отель, конечно, да. И, друзья, обращаю внимание, вот он новый логотип Jumeir, под который как раз мы говорили с Мадинатом во вторник, да, и у них еще его нет. То есть вот у отелей, которые самые-самые новые, у них уже все новенькое. Видите, как все это красиво-красиво вписано. Вопрос у нас есть по питанию, да, по питанию, что можете сказать, и про сезонность, ориентироваться на какую погоду. То есть когда у вас прям хороший сезон, и насколько жарко летом? Наверное, вот так вот даже лучше спросить. В данный момент, как бы, тут 40 градусов жара. Сезон тут начинается с октября до октября. То есть погода очень шикарно бывает, не так жарко, не так жарко, как сейчас, давайте скажем так. В июне, в июле бывает 45, 47 градусов жара. А как, вот, октября уже до апреля, нормально, нормальная погода, то есть жара бывает 30, 31, вот так. Вот, Маир, такой вопрос. Вода в море прям горячая-горячая, или море все-таки еще охлаждает? То есть... Вода, вот в данный момент, если попробовать, да, вода горячая. То есть, вот, а уже в ноябре, в декабре, как бы, в декабре не советую пойти на море, да, у них похладно бывает. Есть люди, которые, для них это нормальная температура, но лично для меня, как бы, холодно бывает, честно сказать. Но, как бы, в ноябре, в октябре мы пытаемся, как бы, купаться на... Ой, немножко мы зависли, да, по-моему, немножко. Вот, все хорошо. Нет, все хорошо. То есть, получается, самый хороший сезон – это октябрь-апрель, правильно? Когда, да, примерно в районе 30 градусов. Друзья, учитывайте еще, что все-таки у Бахрейна жара чувствуется чуть меньше, чем, например, в Арабских Эмиратах. За счет чего? За счет низкой постройки, за счет того, что нет асфальта кругом, да, то есть это продуваемое место, поэтому море живое, настоящее, да. То есть, соответственно, все движется, поэтому жара чувствуется по-другому, например, нежели чем в Дубае. Вот, в Дубае, в Дубае. Расскажите, пожалуйста, Маир, что входит в All-Inclusive? А, еда в Истане и безалкогольные напитки. Для алкогольных напиток гости сами должны... Есть вопросы? Так, в мини-бар что входит? Точнее, в мини-бар входит в All-Inclusive? Вот, вопрос такой у нас. Нет, так как я знаю, в Бахрине, вот, не только у нас, во всех отелях, как только вы заходите в фонду, вы сможете увидеть мини-бар пустой. А. То есть, уже upon request, то есть, вы можете позвонить в reception и просить, чтобы они приняли сетап для мини-бара. Маир, такой вопрос, для кого вы посоветуете отель? Например, есть ли это семьи, есть ли что-то для детей? Отель в Санкт-Петербурге, то есть, сюда часто приезжают люди со своими детьми. Для детей тут очень хорошая активность. Основная активность это, то есть, бассейн, клуб, кит-клуб у нас отдельно есть. То есть, если в целом посмотреть, то есть, отель больше привлекает людей, семейных людей, и сегмент, то есть, как бы, couples, ну, пары, которые... Вот я вам сейчас показываю, вы видите, просто, к сожалению, здесь нельзя нажать, я не знаю, почему, ну, видимо, еще не до конца, потому что есть кит-клуб, вот, вы видите его здесь на фотографии, да, есть сквош-теннисные корты, видите, есть. Вот он, Infinity Pool, как раз, про который говорил Маир, и даже есть кинотеатр. Вот, спрашивает такой вопрос, есть ли для детей няня, можно ли взять няню? Да, есть такой сервис, конечно, можете заказать там сервис, чтобы там отдыхать, няня не посмотрела. Все, супер. Так, я сейчас тогда выключаю нашу запись. Детский клуб со скольки лет? Вот еще у нас есть такая история. Ой, мы не услышали, Маир, я, честно, не услышала. Со скольки... Не услышала, не услышала ответ. Ага, с четырех до одиннадцати. Одиннадцать девяносто девять, да, наверное? То есть, если... Да-да-да-да-да, получается так, что если ребенка там два годика, три годика, мы не советуем оставить в кит-клубе. Мы говорим, что если четыре лет и больше, то есть тогда вы можете уже оставить в кит-клубе и... Спасибо большое. Так, мы сейчас тогда остановим зал.